Привет, друзья! И да, это действительно, действительно настоящий мятный чай из аптеки, потому что я болею. И так как я болею, мне всё равно хочется с вами поговорить. И в этих выпусках я буду говорить обо всём, обо всём на свете. Вот просто всё, что мне интересно, всё, чем я хочу с вами поделиться, всё будет в мятных чаёчках. Как вы заметили, не кофе, не кофе, а именно мятный чай. Окей, друзья, первая тема, которую я хочу поднять, это тема нашей любимой хны. И сегодня, в этот дождливый пасмурный день, я с уверенностью хочу вам заявить вещь, которую, скорее всего, вы уже слышали от меня, что я не буду пользоваться химическими красками. У меня были видео на эту тему, многие из вас спрашивали рецепты смешивания каких-то там красок для получения цвета. Конечно же, женщины-существа не очень переменчивые, и безусловно, мало ли я захочу заиметь себе розовые волосы, зелёные волосы или чёрные волосы, что мало, вероятно. Друзья, это не какой-то там, знаете, протест против всей системы этого мира, против косметических брендов, да? Нет, просто я прошла через это. Мои волосы видели столько кругов ада, что, наверное, и вашим-то волосам не снилось. Хотя, думаю, многие из вас тоже экспериментировали с цветами волос. И нет, мне больше этого не нужно. Я не хочу больше тратить деньги на восстановление волос, я просто хочу нормальные и красивые волосы. Я люблю себя, я люблю свои волосы, и я не хочу больше их ничем портить. Поэтому, скорее всего, в моей жизни будет два вида волос. Это либо рыжие, с какими-то, может, красными, медными оттенками, в зависимости от того, как я поиграю с хной. Либо просто мой натуральный цвет я вдруг захочу обратно себе вернуть. То есть одно из двух. И я спокойно стала к этому относиться. Я реально нашла цвет волос, который мне нравится, с которым я себя ощущаю, и все круто. Я понимаю, что те видео про краски, которые я снимала ранее, год назад, два года назад, и вы, может быть, посмотрели их только сейчас и подумали, боже мой, что она советует. Да, это плохо, это вредит волосам. Тем не менее, если вы хотите меняться, пожалуйста, меняйтесь. Если вы хотите краситься, красьтесь. В своем видео про окрашивание красками L'Oreal Preference, я говорю, что такого цвета, как у меня, на этом видео, можно добиться с помощью хны. Я даю этот рецепт спокойно всем вам по вашим запросам. Вот сейчас я не стригла волосы уже очень давно, и у меня нет сеченных кончиков. У меня нет сухости волос, такой, как раньше она была от красок. И меня все устраивает. Мне это нравится, я не хочу этот эффект, чтобы он покидал меня. Поэтому мятный чай меня настраивает на какие-то такие, сродни, ближе к природе мысли. Следующая тема, которую я хочу поднять. На нее навеяла моя сестра. Она спросила мне, Свет, а ты задумывалась о поиске и выборе свадебного платья? О чем я говорю? О поиске и выборе новогоднего платья. Я такая сидела... Платье, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я начала ржать, как сумасшедшая, подумала, что Саша сошла с туман. Какие платья? Платья и я, нет, что вы. Самое интересное, что я реально люблю платья. Я люблю платья, я вдохновляюсь платьями, я люблю трогать, гладить платья. Я люблю ощущать их текстуру. Тем не менее, я люблю платья на других. Мне нравится, как иногда сидят платья на мне. Иногда они сидят вполне себе очень даже красиво. Но я не ношу платья в повседневной жизни. И если мне нужно надеть платье на какое-то мероприятие, типа свадьбы, похорон, дней рождения, то, пожалуйста, я, конечно же, надену. Потому что я буду знать, что на этих праздниках я в безопасности. За мной ничего не случится. Никто не будет делать какие-то плохие вещи со мной. Я бы одела платье только в одном случае, если бы я встречала Новый Год в ночном клубе. На сцене бы играл Армштайн. Или Мэрлин Мэнсон. Я была бы в кожаном-черном платье, это точно. Только в таком случае я надену платье на Новый Год. И больше ни в каком другом. Мой идеальный Новый Год. Это Новый Год. В пижаме. В теплой, фланелевой, плюшевой, розовой пижаме. Я буду в пижаме, я буду пить вино, есть шоколадные конфеты. У меня будет красная помада. Ну, должна же я как-то по-новогоднему, все-таки огненная обезьяна, и тем более мой год. Только в таком случае. Я люблю платье, я люблю юбки, но я их не ношу. Знаете почему? Потому что, а вдруг я выйду на улицу в платье, которое обязывает меня медленно ходить, держать осанку, нравиться всем. Не дай бог я споткнусь, о боже мой, не дай бог такое случится. Обязательно себе, а вдруг приключится такая ситуация, что мне надо будет спасать мир. А вдруг что-то такое, и я реально совершу подвиг. Но я в платье, я в платье и в туфлях, какой подвиг? Я не смогу ничего сделать, я порву платье, я сломаю каблук или еще что-то. Если я буду в кедах, в джинсах, в шортах, в чем угодно, в футболке, я смогу совершить подвиг. Я смогу стать героем, я могу спасти все человечество. Вдруг я мечтаю встретить свою любовь, или лучшего друга своей жизни, или свою будущую собаку, а я буду в платье. Какая собака посмотрит на меня в платье? Она скажет, что ты на нее, она же со мной гулять нормально не сможет. Она будет думать только о том, как бы не испачкать свой ноготок, свой подол, как бы не порвать корсет. Поэтому в этот Новый год я буду в пижаме. Это вы не можете представить, я когда пью мя... Кошка. Когда я пью мятный чай, я прям чувствую, как я с каждой секундой расслабляюсь. У меня просто все мышцы вот так вот и расслабляются. Когда я пью мятный чай, я чувствую себя немного жирной. Потому что я слишком сильно расслабляюсь. Когда я пью кофе, я чувствую, как я такая накачанная женщина. А я сейчас чувствую себя жирной. Следующая тема, которую я хочу обсудить, это тема татуировок. И вы знаете, что я люблю татуировки? Нет, я не просто люблю татуировки, я их обожаю. Я с 15 лет грежу о татуировке. Я маньяк татуировок. Но у меня нет татуировки. И тому есть много причин. И первая из них, это то, что у меня пока нет лишних денег на татуировки. Поэтому, если хотите мне делать подарок, купите мне татуировку. Я приклею себе на руку и буду ходить счастливая. Люди делятся, по идее, в идеале, на два типа людей. По своему отношению к татуировкам. Первый тип людей, которые украшают себя татуировками. Потому что это красиво, потому что это стильно смотрится, потому что это их способ самопоражения. И чаще всего у них реально офигенные татуировки. Они красивые, они очень гармоничные. Они сочетаются, они чаще всего цветные. Второй вид людей, человека прямоходящего и разумного, это люди, которые делают татуировки только исходя из их смысла. Такие татуировки смотрятся иногда негармонично. Он сделал, допустим, я не знаю, белочку, которая напоминает ему там о ком-то. Набивает ее, допустим, на руки. Потом ему приходит в голову набить собачку, которая, допустим, жила у него в детстве. Он набивает ее на другой руке и так далее, и тому подобное. И это круто, то, что у человека есть какие-то воспоминания, он смотрит на татуировки, они ему нравятся. Скорее всего, они ему никогда не надоедят. Это круто. Но в чем минус? Внешне чаще всего такие татуировки смотрятся немножко несуразно и негармонично. То есть, там может быть какой-нибудь страшный мегауродливый череп в напоминании какой-нибудь группе, которую он слушал в юности. И тут же какой-нибудь милый маленький котенок. Я не говорю, что это плохо. Просто иногда это может смотреться странно. И чтобы другому человеку это объяснить, ему придется это реально объяснять и вкладывать в это силы, энергии, эмоции и все, что вам, татуированным ребятам, так не нравится. Я решила для себя выделить третью группу людей, которые я, скорее всего, отнесу себя. Потому что для меня важно, чтобы татуировка была красивой. Действительно. И для меня важно, чтобы она имела какой-то смысл. Я не буду набивать уродливую татуировку, только потому что она напоминает мне крапиву, в которую я упала носом в пятом классе. Это было грандиозное событие. Серьезно. Я была вся в красных пятнах. Я чесалась. Я хочу это запомнить. Я хочу набить на себя крапиву. Ну а как крапива может быть красивой на моем теле? Вот если я набью крапиву, разноцветную крапиву, кислотную крапиву в стиле хиппи, то да, это будет круто. Она будет иметь для меня смысл. И в то же время это будет красиво. Мятный чай меня явно... О, я чуть не пролила его сейчас на Линду. Мятный чай меня вдохновляет. Скорее всего, я буду вся в татуировках. Я чувствую, что годом 30-ти реально я забьюсь в себя. Потому что я обожаю татуировки. Мне они действительно нравятся. И у меня очень много идей. Я хочу, чтобы мое тело было гармоничным. Не только с точки зрения его красоты, телосложения, мускулатуры и прочего. Я хочу, чтобы татуировки на нем тоже были гармоничные. Я увидела чувака, который... У него все татуировки были со смыслом, абсолютно все. Но как он прикольно их сделал. У него был весь забитый рукав. И со стороны казалось, что это такой... Так и надо, что это самый настоящий рукав. Произведение искусства. Что мастер потратил, не знаю, 12 часов, чтобы все это набить. И уйму кучу денег, чтобы все это воплотить в реальность. Вообще нет. Это были самые настоящие отдельные татуировки. Там был портрет его мамы, портрет его собаки, какая-то надпись. То есть совершенно, казалось бы, не сочетаемые вещи. Но это было, во-первых, так плотно друг другу набито. Мастер сделал какие-то прикольные переходы в виде лепестков, цветочков, каких-то узоров и еще чего-то. И это было очень круто. Это было стильно и выглядело очень здорово. И тем не менее, это не противоречило взглядам и желаниям клиента, соответственно. И это смотрелось очень красиво. Это лично мое мнение. Каждый человек праве набивать все, что он хочет. Но у меня тоже есть свои какие-то предпочтения. И одна из них, кстати, я жуткий олдскульщик. И я очень люблю цветные татуировки на других. Я люблю черные, черно-белые, черные татуировки. То есть обычно черная краска. И на себе я приемлю только такие. На других мне нравятся такие. Иногда я даю виды цвета, что я смотрю, боже мой, как это круто. Так что я безумно люблю татуировки. Серьезно. И вот мне нужны лишние деньги. Мне нужна реальная баночка, чтобы я складывала туда деньги на тату. Потому что я люблю татуировки. Да, татуировки это моя страсть. Если бы, наверное, я пошла в художественную школу, вместо музыкальной. Но я не жалею ни о чем все, что было. То есть у меня было два пути. Либо музыкальная стезя, либо художественная. И если бы я пошла в художественную, то я, скорее всего, стала вот эту мастер. Потому что это круто. Линда, ты чего? В общем, друзья. Сейчас я еще бы отмечаю. Прощаюсь с вами. Если вам интересен такого своего рода расслабленные чайные беседы, или расслабленные, потому что я отмята уже просто обмекаю, как кусок сливочного масла, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Еще вступайте в мою группу ВКонтакте. Просто там я выкладываю весь свой бред, когда приходит мне в голову, фотки, записи и так далее. В общем, добавляйтесь, друзья. Я буду рада с вами беседовать на любые темы. Так что до встречи в следующих видео. Пока-пока!